Привет! Смотрите, что у нас тут есть. Я решил на что? Я решил, что камера Акарета, которую мы с тобой уже посмотрели, достаточно интересная в плане объектива. Ничего тут особенного нет, 53,5, но вот такой вот маленький, очень компактный объектив у нас получилось с неё снять. Причём снимается он достаточно интересно, похоже на когдашний, на FD, да? То есть, он просто не так откручивается, как мы привыкли, а откручивается вот такое вот колечко, вот, и вот сам объектив. Вот для этого, чтобы сделать более-менее нормально, пришлось подразобрать камеру и снять вот эту вот часть. То есть, без неё она просто никак не становилась, потому что, опять же, сделать вот такой переходник, напечатать его достаточно сложно. У нас он, если ты видишь, резьба вон там внизу спрятана. То есть, резьба здесь у нас вот на переходничке, наружная. Поэтому по-другому никак, камера подразобрана. Потом, после этого, пришлось впечатать вот такой вот переходник. Переходник тоже не с первого раза, что называется. Но вот третья версия получилась и, в принципе, и держится хорошо, и всё работает. Таким образом, всё было подготовлено. Объективчик пришлось нам немножко тоже подработать. Я его весь почистил. Выглядит всё, в принципе, неплохо. Там была куча масла, куча пыли. Поэтому контрастность была не очень. Ну, вот на сегодняшний момент Шнайвер Кройцнах, Ксенар 3,5-50. Я ставлю, опять же, на дважды кропнутую матрицу. Вот. И должно быть всё хорошо. Сейчас подсоберём. Одной из больших проблем было именно вымереть задний отрезок. И вот эту вот толщину подобрать переходника. И у меня были варианты сделать, опять же, здесь поставить переходник микро 4,3 на М42. Но он был слишком длинный. В общем, 3-4 раза я пытался и менял конструкцию. Но после этого всё получилось. Объектив достаточно простой. 4 элемента в трёх группах. Похож на тесаровскую, так сказать, композицию. Но что меня смущает? Во-первых, он не очень светосильный. С одной стороны. Идёт он у нас на дальномерку. Поэтому будут проблемы на полном кадре обычно. Ну, вернее, сложно адаптировать, опять же. Но что тут ещё важно? Этот объектив продаётся почему-то достаточно дорого. Я на сегодняшний момент не очень понимаю, чем обоснована цена от 50 до 100 долларов в эквиваленте на различных площадках. Мне он, напомню, достался как подарок. Но, в общем, будем проверять. Я не ожидаю от него ничего особенного. У таких старых объективов всё плохо, как минимум, с хроматической аберрацией. Но будем, опять же, смотреть и разбираться. Так что мы сейчас объектив уже имеем, так сказать, в рабочем положении. И начинаем на него снимать. А результаты будут вот прямо сейчас. Вчера каждый день непогода, такого вот рода и снова она. Это такая порода, а я снова мысли включаю в оно. И всё хорошо, но откуда же бой? Всё будто в сердце на рану попало, и жизнь не пошла, или совесть устала. Вот это фото, моя работа. Время перехода, от заката до восхода. Ты слышишь меня, Тота? Кто-то или что-то зовёт меня туда, куда уходит время года. Снимаю всё, что нравится, немыслим, а быстрый я. Наедине своими мыслями, ага. Я исчисляю числами истину. Я исчисляю числами истин. В работе всё, и натюрморты, и портреты. Лишь только тёток мы снимаем. Зачем мне этот коктейль? Из нервов уберёт, увы, не слабо. Ведь баба дура, потому что баба. Мокрый пасмурный день снова споёт мне песню. Я не проснусь, просто так интересней. Невский северный ветер за окошком завыл. Чё? Я, как всегда, окно не закрыл. Через глаз, я в крагму, я смотрю, как сквозь прицел. Опытным взглядом нахожу свою цель. Что там, будь то дворец или цветок. Я не промахнусь, всё чётко, я в плылок. Серые смелые капли дождя упадут на меня, Как вчера каждый день непогода. Такого вот рода и снова она. Это такая порода. Я снова мысли включаю на ноль. Всё хорошо, но откуда же боль? Соль будто в сердце на рану попала. Из жизни пошла или совесть устала. Серые смелые капли дождя упадут на меня, Как вчера каждый день непогода. Такого вот рода и снова она. Это такая порода, моя слова мысли включаю на ноль. Всё хорошо, но откуда же боль? Соль будто в сердце на рану попала. Из жизни пошла или совесть устала. Кто-то снова улыбается, ему нравится. Он крепляется, всё получается. А зачем вот это, скажи, красавица? Всё на плёнке, отображается чётко. Получится фотка, на ней лишь река и летящая лодка. У объектива весьма интересная динамика. Вот сейчас он у нас находится во фронт-фокусе. В принципе, всё достаточно мягкое. Он сейчас стоит на открытой. Если присмотреться к мандаринке, то что интересно, она в принципе вся, ну, как бы в боке. Но в то же время блики, свет, он остаётся резким. Сейчас мы идём и где-то фокусируемся на ней. Всё стало более-менее резким, я надеюсь. Сложно попасть, конечно, но вот где-то так. И что интересно, сейчас как только мы уйдём, видишь, появились более такие тени, тёмные тени. И до сих пор должны быть, ну, я надеюсь, что опять же видно, должны быть достаточно резкими эти блики. И вот сейчас мы уйдём в бэк-фокус. И вот что здесь интересно, сразу становятся видны тени. Вот видишь, вот мы ушли вообще сильно в бэк-фокус. Сейчас немножко вернёмся. И вот этот вот переход, смотри, вот мягко, но опять же блики очень резкие. Уходим, на мандаринке появляются тени, достаточно глубокие. Уходим в бэк-фокус, тени становятся, ну, реально глубокие. И вот уходим дальше, вот мы уже хорошо в бэк-фокусе. Вот этот вот переход, он просто какой-то обалденный, да. Да, раз, всё светло, всё классно, бах, появились тени, появилась резкость. Вот тут уже мы в бэк-фокусе, хотя мандаринка, ну, как бы, кажется достаточно резкой. Вот, но мы уже где-то там за ней сфокусировались. И вот мы уходим совсем в бэк-фокус. И вот так это всё выглядит. В общем, очень даже интересная у него динамика. Мне, ну, понравилось, не всегда такое видишь. Объектив, конечно, странный. Скорее всего, ввиду внутренних переотражений, у него очень интересная, получается, картинка. Ну, как мы любим говорить, художественная. Причём художественность эта, я заметил её, когда начал настраивать резкость. В общем, как-то она странно настраивается. Получается, у тебя вроде как всё резкое, но в светах. Потом ты настраиваешь, бах, появились резкие тени. И вот эта вот ситуация, когда оно вроде как резкое и резкое, и ты различаешь резкость в светах и резкость в тенях, было очень странно. Получается, что цвета, как бы, они отражаются более резкими почему-то. И вот фокус буквально очень сложно подобрать. Вот сейчас я покажу. Сейчас у нас фокус максимально получается на модели. Передний план у нас замечательно в боке, а задний план у нас незамечательно в боке. Хотя на полностью открытый. Ну, естественно, что мы хотим от 3,5. А теперь попробуем настроиться. Я сейчас иду на задний план, и вот у нас уходит всё плавно в боке. То есть, получается, у нас сейчас в боке в переднем плане. Шикарная, красивая бокешечка. Теперь уходим в другую сторону, и я буду фокусироваться перед моделью. Вот куда-нибудь сюда. И, как ты видишь, достаточно резкие блики, они всё равно остались. То есть, получается, что у него будет бокешка достаточно такая ершистая, потому что блики будут сохраняться. Вот такая вот интересная ситуация. Я знаю несколько таких объективов, и у них достаточно интересная картинка. То есть, это тебе не вот это вот мягкое такое, знаешь, абсолютно воздушное мыльное бокешечка. Тут будет немножко поинтересней. Ну, и настроиться, соответственно, в связи с этим достаточно сложно. Потому что тут уже вроде как, да, всё, если по глазам смотреть, всё неплохо. И тут мы начинаем как бы проявлять тени, и вот когда они проявились, то, получается, мы настроились. Вот такая вот интересная ситуация. Опять же, объектив я перебрал, всё буквально вычистил. Там было масло, всё вычищено. Но, возможно, это конструктивная особенность. Возможно, торцы линз не... А, так они не чернёные, я же их доставал. Вот такая вот ситуация. Надо будет зачернить, кстати. Посмотрим, есть ли разница. Ну, а на сегодня всё. Вот такой Schneider Kreutzner Xenar 50 мм 3,5. Надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. На сегодня всё. Пока. 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 Продолжение следует...